скальпировать же можно и без стакана по уровню ну давайте я вам объясню одну вещь уровень это не что-то железобетонное вы такое ощущение вы ставите там улыбочки просто давайте объясню одну вещь на рынке нету ничего такого чтобы я не знал это я вам говорю абсолютно с уверенностью я в рынке 26 лет нету таких стилей торговли которые я не знал но давайте я вам объясню одну вещь вы говорите скальпировать по уровнам знаете какой количестве информации нужно учитывать для того чтобы например брать отскоки от уровня например ширки от уровня или логовая это уровне очень много информацию нужно смотреть скорость подхода уж смотреть как идут нужно смотреть очень большое количество я вам объясню одну маленькую вещь которую вы наверняка со своими смайликами немножко не понимаете давайте объясню вам одну вещь. Дело в том, что у скальперов есть один минус. Скальперы не используют стоп-лоссы. И поэтому я видел, когда инструмент резко пробивает уровень и скальперов просто выносили ногами вперёд. И таких ситуаций я видел очень много. Один из лучших скальперов, который я вообще когда-то видел, это был Андрей Берец. Я его лично знаю. Мы очень хорошо общались, очень близко, дружили. По-простому на профессиональной среде. И давайте объясню одну вещь. Когда вы сидите в скальпинге, ставите какой-то уровень и уровень пролетает, вас просто вытащат ногами вперёд. Поэтому если бы, если бы вот молодой человек написал, что он просрал кучу денег на скальпинг. Если бы вы понимали прямо, что такое скальпинг, потому что, скорее всего, вы не понимаете, тогда вы бы немножко понимали его отрицательные стороны. Есть положительные стороны, есть отрицательные. Практически все скальперы используют стакан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok